Геральдические щиты на трибунах, знамена с гербами благородных воинов и фанфары в честь старта настоящего рыцарского турнира. Сегодня в Москве материализовался век 15-й. И так точно, что из современного здесь разве что видеоаппаратура для сохранения картинки. Но не было такой в средневековье. Костюмы горожан, амуниция тех, кто выйдет к джостеру, барьеру для рыцарской шибки и весит, и выглядит точь в точь, как несколько веков назад. Шлем определенный имеет такую сферическую форму, вытянутая забрала. Соответственно, достаточно надежно защищал от удара копья. Удары соскальзывали, забрала с самого купола. И, в принципе, он был очень популярен. Менчанин Дмитрий Свинтицкий самый молодой участник состязания. Ему 27 и турнирный стаж всего два года. Но сам он себя юным не считает. В средневековье дожить до 30 удача. Вот Айвенга, к примеру, в свои 20 успел ведь и наследство лишиться, и сходить в крестовый поход. Белорусский рыцарь к турниру готовился ежедневно. Дмитрий единственный, кто привез в Москву своего коня Магнуса. Он тоже прошел подготовку. Тренируем мышцы коня, все полностью спиной. Телы. Людей, при этом питание, как русские. Вес рыцаря с лошадью более полутонны. При этом суммарная скорость в момент удара копьями больше 60 км в час. Здесь главное, говорят участники, верно подобрать экипировку. Тогда риск такой же, как у боксера на ринге. Это на других соревнованиях противники таранят друг друга копьями. И с хрупкой бальса легкое дерево разлетается при первом соприкосновении. На турнире Святого Георгия у рыцарей копья и пики из твердых сосны, пихты и ясеня с металлическим наконечником диаметром в 55 мм. Чтобы сломать оружие такого калибра с одного удара, надо очень постараться. Но здесь из них щепки летят. Рядом специально дежурят машины скорой помощи. Их современное оборудование еще один из немногих компромиссов фестиваля. А вокруг турнира кипит средневековая жизнь. Палатки, костровые наборы, где готовят пищу. Гости торгуются с купцами на ярмарке, потешаются над шутами, танцуют под звуки волынок и колесных лир. Создать атмосферу доверили белорусским клубам реконструкции из-за точности образов. Если они красят ткань, то по старинке. Это корень. Корень растения, который содержит большое количество пигмента. Красящего вещества. И будет какой цвет? Бордовый. Как и шесть столетий назад, победителя турнира выберут прекрасные дамы. Суд из восьми фрейлин решит, кто же лучший, а значит, достойный рыцарской цепи с гербом святого Георгия. Светлана Корульская, Светлана Чевдарь. Наши новости. Москва.